Во всём у вас, господа, Запад виноват. Не обул, не накормил, не одел. Какие-то совершенно иждивенческие настроения. В том, что произошло с Грузией, виновата прежде всего сама Грузия, ну и Россия, конечно. Хотя Красная Девица обязана выдерживать покушение на свою добродетель и не соглашаться с насильником. Тем более, что силой не увозили, к хвосту лошадей не привязывали. На что рассчитывал богоспасаемый грузинский народ? На то, что Соединённые Штаты будут их кормить, одевать, и не придётся самим работать. И зарабатывать себе потенциал такой, как у Голландии, то есть у Нидерландов, такой, как у Люксембурга, ещё более крошечного. Для этого надо работать, работать и терпеть, потому что сразу это не даётся. 70 лет безделья они безнаказанными не проходят. Да, Михаила Саакашвили поддержали, да, дали денег, чтобы смягчить тяжёлый период реформ. Ну а дальше надо было выкарабкиваться самостоятельно, а не хвататься по первому предложению за сытный имперский кусок в лице Иванишвили, который что-то раздавал, каждому энную сумму лари обещал. А здесь уже сдались все, даже церковь, и стали за него агитировать. Прежде всего виновата Грузия. Россия за свою историческую вину ответит, уже отвечает, потому что страна жалкая, страна проклятая, страна разорённая, несмотря ни на что. Но и такой уровень жизни, как у нас в провинции, ни одну нормальную страну бы не устроил. Только бы и не работать, а пособие получать. За Иванишвили голосовали добровольно, там никто результатов не подделывал. И никто не мог заставить идти к университету и не пускать туда президента Михаила Саакашвили, там и осыпать его оскорблениями. И когда проводили опрос, Соединённые Штаты здесь были ни при чём, что рейтинг оказался на уровне 9%. Соломку подослать можно один раз, а взять на постоянное содержание это, пожалуйста, к советской власти. Вот, советская власть много кого содержала, даже некоторые африканские режимы. Только бы они социализм строили и её поддерживали. Грузия должна была со стыдом и позором вспоминать то время, когда им платили за то, что они оставались в составе Союза, платили за молчание, платили за покорность. Они давали рабочее место на пляже в качестве шашлычника и служителя, который должен ублаждать белых сагибов. Нет, они выбрали его и швили. Они будут за это платить ещё очень долго. За всё платят по цене. Вот за это предательство, за этот компромисс с самими собой, за то, что бросили тех, кто их спасал, за то, что Ванечка Миробишвили в тюрьме, за то, что идея реформ оплёваны. И Путин хвалит грузинский олимпийский комитет за желание участвовать в той олимпиаде, которую устраивают оккупанты Грузии. Вот за это уже будет платить грузинский народ. И не надо обвинять Запад, что он, видите ли, должен был оградить, Россию завоевать, в Грузии войска послать. Они достаточно денег потратили, в том числе и на оружие. И они будут в пролёте сейчас, потому что Грузию без особого сопротивления с её стороны тащат обратно в СНГ. Того и глядя дипломатические отношения восстановят. Так что не нужно сваливать на Запад, так как сваливали наши неразумные демократы то, что в ельцинский период Запад нам, видите ли, денег не дал, чтобы реформы понравились, чтобы было приятно в зубоврачебном кресле, почему он нас не взял полностью на своё содержание. И вот реформы разонравились. Ну, извините, план маршала тоже не предполагал, что возьмут на полное содержание без всяких обязательств со стороны, той стороны, которой помогают. Они вкалывали, поэтому подействовал план маршала. А мы и вкалывать не хотим, и, как выяснилось, Грузия тоже не хочет.